Алтайские жители могут помечать в календаре 10 сентября. Именно в этот день пройдут выборы губернатора края, традиционно в единый день голосования. Участвовать в них смогут кандидаты, поддержанные избирательными объединениями и прошедший так называемый муниципальный фильтр. Обязательный сбор подписей не менее 7% муниципальных депутатов. Процедура достаточно серьезная. При соблюдении этих условий, при сборе подписей муниципального фильтра проходит регистрация избирательной комиссии. Кандидаты уже приступают непосредственно к этапу избирательной кампании, агитации и так далее. Также депутаты внесли изменения в кодекс Алтайского края о выборах и референдумах. Так, предвыборная агитация не должна содержать призывы к совершению действий, попадающих под признаки экстремизма и закрепляться на запрещенных интернет-ресурсах. Из новшеств будут созданы экстратерриториальные участки для голосования за пределами региона. Сколько дней продлятся выборы, станет ясно позже. Сегодня депутаты заслушали отчет председателя счетной палаты Виктора Миненко. Так, за прошедший год палатой было выявлено много нарушений. «Если в начале моя работа счетная плата выявляла миллиард 700 миллионов рублей, то на сегодняшний день это уже порядка 9 миллиардов рублей. И с точки зрения количества выявляемых нарушений она тоже выросла более чем в два раза». Депутаты остались довольны работой председателя и продлили его полномочия. Также парламентарии направили в Госдуму законопроект, призванный ускорить процесс расселения из ветхого и аварийного жилья, упростив его перевод в муниципальную собственность. Изменения федеральных норм актуальны прежде всего для Рубцовска, где есть помещения, находящиеся под арестом. Они тормозят программу расселения. «Есть категории граждан, которые, соответственно, обременение имеют определенные. И когда они, собственно говоря, получают выплату непосредственно за свое жилье, компенсацию, то эта компенсация попадает на счет. Счет бывает заблокирован и наложен арест судебных приставов. Они, соответственно, вроде как лишаются своего жилища единственного, да, если это единственное жилье аварийного. При этом они не успевают приобрести новое жилье и на них идет взыскание». Также на заседании утвердили исполнение краевого бюджета за ушедший год и обновили состав общественной палаты края, избрав 15 представителей по парламентской квоте. Мария Мацева, Владислав Ковалев. День с толком.